Машина времени в 1961 год. Интерактивный аналог корабля «Восток». Здесь полностью воспроизводится полёт Юрия Гагарина. Его корабль был точно таким же по величине, внешнему виду и интерьеру. У него работает визир-взор, на котором отображается подстилающая поверхность земли. Приборы все работают, часы тикают. Отображается давление, температура воздуха в кабине. Затем местоположение на глобусе Земли. Стартовать с Земли, выйти на орбиту, а затем приблизиться и пристыковаться к Международной космической станции. Всё это можно попробовать сделать на таком тренажёре. Это интерактивный аналог космического корабля «Союз ТМА». Он стыкуется с МКС как в автоматическом режиме, так и в ручном. Последнюю космонавтов считается высшей степенью мастерства. Все ручки, всё сделано один к одному. Всё так же. Представлено так же кресло. Единственное, что представлено два кресла. Так обычно их летят трое. Одно место оставили для инструктора. А так два кресла для капитана и первого бортинженера. Управлять «Союзом» приходится почти лёжа, чтобы снизить перегрузку организма при взлёте. В такой позе, как мы её называем, поза зародыша, меньше всего и нагрузок, потому что нагрузка распределяется равномерно. Это один из модулей МКС. Все российские модули изнутри выглядят примерно так. Здесь и работают, и живут. Здесь, допустим, контролируют стыковку транспортного грузового корабля. А это стол обеденный. Он открывается вот так, и космонавты могут пообедать. А вот за этой дверью находится космический санузел. А здесь можно попробовать свои силы за штурвалом поисково-спасательного вертолёта. Именно он первым отправляется на помощь в случае ЧП на старте или при посадке корабля. Это действительно ответственно, с учётом того, что управление довольно-таки трудное. Вполне чувствуешь всё, и ощущения просто нереальные. За 40 лет Центр тренажёра строения разработал для тренировки космонавтов три десятка комплексов и подготовил больше 200 российских и иностранных экипажей. Елена Ребжанова, Николай Андреянов, ДОН-24, Новочеркасск.